Пол Манафорт и Рик Гейтс, как сообщается по последней информации, заявили, что отвергают любые обвинения в свой адрес. Они не согласны с теми обвинениями, которые, соответственно, им обозначила федеральный судья. Они находятся уже в здании после того, как они пообщались сегодня с сотрудниками ФБР. Не исключено, что их отпустят под подписку о невыезде с ограничением передвижений. Пока вот мы будем следить за ситуацией и позднее скажем, чем завершилось сегодняшнее заседание непосредственно федерального суда. Примерно в 8 часов утра по местному времени, напомню, Пол Манафорт сегодня приехал сам в центральный офис ФБР в Вашингтоне, который расположен неподалеку отсюда. По сути, это была явка с повинной, но видите, как мы сейчас понимаем, все-таки Манафорт намерен отрицать, по всей видимости, все эти обвинения. Манафорт, напомню, что 27 октября Манафорта и Гейтса, по сути, специальное большое жюри присяжных, сформированная комиссией спецпрокурора Мюллера, одобрила вот эти обвинения в их адрес, формально дав дорогу федеральному суде на предъявление уже уголовных обвинений. Офис спецпрокурора Роберта Мюллера распространил уже заявление, в котором говорится, что обвинение Манафорту и деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлено по 12 эпизодам в общей сложности, включая заговор против США. Документ на 31 странице, то есть огромный масштабный документ, уже выложен полностью на сайте Минюса США. Так вот, речь идет прежде всего о том, что Манафорт и Гейтс не зарегистрировались в качестве иностранных агентов, работая с 2006 по 2015 годы на украинское правительство. Правда, отмечается, подчеркивается, что на пророссийское правительство Януковича, партию регионов и Януковича лично работали Манафорт и Гейтс. Кроме того, с целью скрыть от американских властей полученные в результате сотрудничества многобиллионные доходы, больше 18 миллионов долларов от контрактов, они использовали и американские компании, которые либо полностью были подконтрольны им, либо в долях, и через различные иностранные офшоры, соответственно, выводили деньги, отмывали деньги, в обвинении перечисляются десятки кипрских компаний. То есть Манафорт и Гейтс организовали, судя по всему, вот такую масштабную коррупционную схему по данным комиссии непосредственно спецпрокурора Мюллера. Конкретной привязки к штабу Трампа, как ты уже сказал, Рома, нет в этих обвинениях выбора и непосредственно к выборам, прошедшим в прошлом году. Однако там сообщается также, что Манафорт давал ложные показания, давал ложные свидетельства, даже в течение вот именно того периода, когда он занимал пост главы предвыборного штаба Дональда Трампа. Кроме того, Манафорт и Гейтс, как сообщается, привлекали различные лоббистские организации в США, чтобы те действовали в интересах пророссийского правительства Украины. И именно при Манафорте, как главе штаба на съезде республиканской партии, напомню, убрали пункт с жесткой позиции в отношении России по ее действиям в Украине. Кроме того, 45-летний Гейтс его называют новым фигурантом этого дела, расследованием непосредственно российского вмешательства в выборы. Он известен тем, что он все-таки и правая рука Манафорта. И кроме того, он входил сам в предвыборную кампанию, именно в предвыборный избирательный штаб Дональда Трампа. И даже после того, как Манафорта уволили из предвыборного штаба Трампа в августе, он остался там. И многие говорят, что он даже непосредственно участвовал каким-то образом в инаугурациях, в инаугурационных мероприятиях, в подготовке этих мероприятий. В ответ на письмо Минюста в сентябре 2016 года, когда сотрудники ведомства пытались выяснить, действовал ли Манафорт в качестве иностранного агента, что он и Гейтс направили им письма, в которых содержалась некая выдуманная история для прикрытия вот этой мошеннической схемы. Так что речь действительно о серьезных обвинениях. Непосредственно Белый дом, добавлю, вот буквально сейчас пресс-конференция идет в Белом доме, и Сара Сандерс заявила, что вот эти предъявленные обвинения Манафорту и Гейтсу не имеют ничего общего с предвыборным штабом Трампа, поскольку действительно, с одной стороны, на руку Трампу то, что содержится в основном в данном обвинении, пункты о работе Манафорта и Гейтса на Украину, на украинское правительство, соответственно, несколько лет назад. И в данном случае, скорее всего, компания, именно команда Мюллера, она рассчитывала на то, чтобы показать, что есть некая связь с прокремлевскими силами у того же Манафорта или Гейтса. И давайте послушаем, как отреагировал сам Дональд Трамп в Твиттере сегодня на вот эти обвинения в адрес Манафорта и Гейтса. Простите, но это было задолго до того, как Пол Манафорт присоединился к избирательной кампании Трампа. Но почему не расследуют мошенницу Хиллари и демократов? Кроме того, никакого сговора нет. Рома? Рафаэль, не могу не спросить про поводу еще одного фигуранта этого дела. И многие как раз политологи и СМИ не исключают, что это куда более важная тема. Речь про еще одного фигуранта, советника Дональда Трампа по международной политике, Папандопулоса. Что мы знаем о его признании в даче ложных показаний, если я правильно понимаю? Да, также судя по документам, предоставленным Робертом Мюллером, Папандопулос признался в даче ложных показаний ФБР в рамках расследования о возможном российском вмешательстве. Среди прочего, обобщении Трампа с иностранцами, включая граждан России. Как следует из документа, суда 27 января при беседе Папандопулос опустил существенные факты. В частности, он столгал, что встречался с неким зарубежным профессором. Именно так он обозначен непосредственно в этих документах. Который, по его словам, связан с российским правительством. И который предлагал некую компрометирующую информацию на соперницу Трампа Хиллари Клинтон. Как выяснилось, он встречался с этим профессором, предположительно, 14 марта 2016 года, а советникам Трампа его назначили в начале марта. И, предположительно, 26 апреля данный источник сообщил Папандопулос о сотнях, добытых хакерами писем. Одному он также солгал, что встречался с некой гражданкой России, которую профессор представил, внимание, как племянницу Владимира Путина. После встречи он написал сообщение супервайзеру предвыборного штаба и членам внешнеполитической команды компании Трампа о том, что они обсуждали возможную встречу с представителями российских властей на тему будущих взаимоотношений России и США в случае победы Дональда Трампа. Но, опять же, сегодня Белый дом вот сейчас на пресс-конференции заявил, что, соответственно, роль Папандопулоса в предвыборном штабе была какой-то незначительной. Он был волонтером, соответственно, его работу не оплачивали и как-то принизили, соответственно, его роль в команде. Во всем месте мы будем узнать какие-то новые подробности о том, какой была действительно должность, соответственно, Джорджа Папандопулоса и во многом, возможно, узнаем какие-то новые подробности.